Доброго времени суток, друзья! Продолжаем изучать нашу теорию. Это первое занятие по теме цветоделения. Начнем мы с разбора такой темы, как аддитивный и субтрактивный синтез цвета. Обычно все способы получения цветов путем смешения трех основных цветов подразделяют на два основных вида. Это аддитивный, то есть слагательный, и субтрактивный, то есть вычитательный. В аддитивном способе из разных мест пространства три основных излучения направляются на одно и то же место сетчатки глаза. Поскольку глаз не различает составляющие сложных излучений, то мы воспринимаем действие этих трех основных излучений как единый цвет, который будет соответствовать определенным количествам трех основных цветов. А принцип субтрактивного способа смешения цветов состоит в следующем. В свете источника освещения должны содержаться излучения всех трех основных цветов. То есть это наш белый свет. И при помощи избирательно-поглощающих слоев трех красок или красителей, то есть что значит избирательно-поглощающие, это значит то, что они определенную часть спектра будут поглощать, а остальную часть спектра будут пропускать и соответственно отражать. При помощи таких избирательно поглощающих слоев трех красок или красителей будет производиться вычитание или поглощение из света источника освещения каждого из трех основных цветов спектра, красного, синего и зеленого, в разных пропорциях. И изменением толщины или площади поглощающих слоев вычитание регулируется так, чтобы в пропущенном свете основные излучения оказались в комбинациях, которые воспроизводят нужные нам цвета. А уже окончательное отражение суммы таких излучений в сторону наблюдателя будет происходить уже непосредственно от поверхности, на которую нанесены краски, то есть в нашем случае это будет бумага. Чем она белее и чем ровнее ее поверхность, тем, соответственно, корректнее она будет отражать нужные нам излучения. То есть для того, чтобы наблюдать результат субтрактивного синтеза, обязательно должен присутствовать источник освещения. Поэтому кино в темной комнате мы сможем посмотреть, это аддитивный синтез, а журнал почитать, это субтрактивный синтез, к сожалению, нет. Допустим, мы хотим воспроизвести желтый цвет. Это значит, что на пути источника белого света нам надо поставить слой, который будет пропускать красные и зеленые лучи и будет поглощать или вычитать синие лучи. То есть это слой желтого красителя или краски. Это единственный путь воспроизведения желтого цвета, потому что только желтая краска поглощает синяя и пропускает красное и зеленое излучение. А вот, допустим, красный цвет можно воспроизвести уже двумя способами. В первом это надо взять красный краситель, который у нас будет пропускать только красное излучение и поглощать синее и зеленое. А во втором надо взять два наложенных слоя красителей, желтый и пурпурный. Желтый поглотит синий излучение, пропустит красное и зеленое, а пурпурный поглотит зеленое и пропустит синее и красное излучение. И таким образом оба слоя вместе пропустят только красное излучение. Ну и сразу видно, что второй путь совершения первого. Получается, убирая желтый краситель, мы получим пурпурный цвет. Убирая пурпурный краситель, получим желтый цвет. Оставляя оба, получим красный цвет. То есть двумя красителями мы получим три цвета. А в первом случае одним красителем мы получим только один красный цвет. Ну и если кроме желтого и пурпурного красителей взять еще и голубой, который поглощает красное излучение и пропускает синее и зеленое излучение, то, комбинируя их, можно получать следующие цвета. Желтый, пурпурный, голубой, то есть каждый краситель взят по отдельности. Красный, зеленый и синий, это красители взяты в попарных комбинациях. И при наложении всех трех красителей будет поглощен весь падающий свет, и мы теоретически получим черный цвет. Ну и, соответственно, при полном отсутствии всех трех красителей, мы получим белый цвет, источник освещения, который отразится от белой же бумаги. Эта схема получения цветов, она применима и для поверхностей, которые рассматриваются в проходящем свете. Это цвета, которые образуются красителями цветных трехслойных пленок, и также для поверхностей, которые рассматриваются в отраженном свете. То есть это те самые цвета, которые получены наложением трех красок на белую бумагу. Кстати, сразу определимся, что эти три краски, сиан, мадженто, еллу или желтый, пурпурный и голубой, в полиграфической практике называются краски триады или триадные краски. А цвета, которые получаются по парным сочетаниям красок триады, называются бинары. При этом, что интересно, каждый краситель, ну или краска, регулирует количество своего основного излучения, не затрагивая двух других. То есть регулирование каждого основного цвета происходит независимо друг от друга. Желтый краситель будет регулировать количество синего излучения, пурпурный краситель будет регулировать количество зеленого излучения, а голубой красного. Опять же, теоретически, чуть попозже в теме спектральные физические свойства красок, я об этом тоже расскажу подробнее. Поймете, что там за процессы творятся, и поймете, почему возникают сложности в цветопередаче именно в полиграфии. В результате наложения трех слоев красителей или красок мы можем воспроизвести множество цветов, которые мы можем получить смешением трех основных излучений, красного, синего и зеленого. Из этого следует, что в субтрактивном способе мы можем получить те же самые цвета, которые мы получим аддитивным способом, если будем смешивать красное, зеленое и синее излучения, спектральные зоны которых совпадают с зонами поглощения, соответственно, голубой, пурпурной и желтой краски. Отличительной особенностью субтрактивного способа является также и то, что слой краски или красителя выполняет одновременно две роли. Выделяет данное основное излучение и регулирует его количество. И существуют различные виды изменений аддитивных и субтрактивных способов. Одна из разновидностей аддитивного способа называется пространственным смешением. Она основана на том, что наш глаз не различает по отдельности очень близко стоящие друг к другу мелкие штрихи, а начинает воспринимать их слитно, как одно целое. Это объясняется тем, что сетчатка глаза состоит из окончания нервных волокон конечных размеров. Поэтому изображения двух мелких точек или двух мелких штрихов, которые попадают на сетчатки на одно и то же нервное окончание, они не будут восприниматься глазом как раздельные. И если эти штрихи будут иметь различный цвет, то мы увидим только цвет их аддитивной смеси. В среднем глаз может различить две точки как раздельные, если они при расстоянии рассматривания 2 км отстоят друг от друга не менее чем на 1 метр. Для нормального расстояния зрения в 25 см, этому соотношению будет соответствовать расстояние между точками 0,125 мм. Такое расстояние между центрами растровых точек соответствует линиатуре полиграфического растра 80 линий на сантиметр или 200 линий на дюйм, 200 лпи. Что такое лпи в соответствующем разделе тоже очень подробно расскажу. Но однако точки имеют свои размеры и следовательно расстояние между их краями всегда меньше, чем расстояние между их центрами. Поэтому глаз обычно не различает раздельно точки и более грубых растров. Таким образом, с пространственным смешением цветов мы практически сталкиваемся при овсетной печати. Надо сказать, что в этом случае мы имеем дело все же не чисто с аддитивным способом, а с аддитивно-субтрактивным. То есть цвета самих растровых точек получаются по субтрактивному способу. При трехкрасочной печати точки трехкрасочных оттисков частично или полностью перекрывают друг друга и тем самым образуют на оттиске семь цветов. Желтый, пурпурный, голубой однокрасочные участки точек, красный, зеленый, синий участки точек с попарным наложением красок и теоретически черный участки точек, где наложены друг на друга все три краски. И восьмым цветом является белый цвет незапечатанной бумаги. И эти восемь цветов, полученных по субтрактивному способу, смешиваются в нашем глазу по аддитивному способу. Вот такой необычный способ препродукции изображения в нашей овсетной печати. Теперь коснемся такой интересной темы, которая у меня называется «Две иллюзии и стадии их воспроизведения». Это удивительно, но наш полиграфический способ препродукции изображения, а также способ воспроизведения изображения на мониторе основаны на двух иллюзиях – метамеризме и феномене пространственного смешения цветов двух мелких объектов. Метамеризм позволил подобрать к исходному цвету цвет копию. Вспоминаем наше цветоведение. Второе занятие, если не ошибаюсь. А феномен пространственного смешения подарил возможность создать гибкие растровые системы воспроизведения изображений. Процесс воспроизведения цветного изображения в типографской печати можно разделить на три основные стадии. Первая называется «Цветоделительная», то есть математическое разложение исходного цвета на нужные нам составляющие, например, RGB или CMYK числа. В нашей компьютерной практике эта стадия сейчас, по сути, сводится к операциям «Конверту RGB» или «Конверту CMYK» в фотошопе, или в кореле, или в иллюстраторе. И отправки более или менее CMYK файла, скажем так, на фото-вывод. За кадром остаются сложно сочиненные вычисления цвета с привлечением координат лап, x, y, z. Процедуры пересчета их в конечные RGB и CMYK значения. Все это мы, естественно, все эти процедуры подробнее рассмотрим, особенно, когда калибровку будем рассматривать и профилирование устройств, то есть мониторов и наших печатных станков. А в докомпьютерную эпоху изображения, которые надо было цветоделить, фотографировались на специальном фотоаппарате с использованием специальных цветофильтров. Занятие было увлекательное, но весьма кропотливое и трудоемкое. Вторая стадия. Называется стадия изготовления цветоделенных диапозитивов. Сейчас эта стадия сводится, по сути, к выводу оффсетных форум на специальных экспонирующих устройствах, которые называются CTP, которые снабжены специальным программным обеспечением. Это программное обеспечение рассчитывает весь процесс. Оператору остается правильно выставить настройки и поместить оффсетную форму в устройство для экспонирования нужной стороной. То есть эту форму можно перевернуть ненужной стороной поместить. А лет 15 назад нельзя было обойтись без пленочных диапозитивов. То есть сначала цветоделенное изображение из ЦМИК-файла, который был сформирован на первой стадии, программными и аппаратными средствами переносилось на пленку в фотонаборном автомате в виде системы растровых точек, выстроенной по определенной схеме. Затем проявлялась. Затем пленка монтировалась на оффсетную форму. Затем вся эта конструкция помещалась в устройство экспонирования. Затем пленка снималась и проявлялась уже оффсетная форма. И только потом отправлялась в секцию печатной машины. А с появлением CTP, по-английски это будет звучать как Computer to Plate, отсюда и аббревиатура, по-русски с компьютера на пластину. Она подразумевает вывод информации из ЦМИК-файла прямиком на оффсетную форму. Так вот, с появлением CTP надобность вывода на пленке отпала. Но, однако, до сих пор еще технология переноса изображения с пленки на форму не изжила себя по многим причинам. Другими словами, она и по сей день имеет свою нишу применения. В докомпьютерную эпоху пленочные диапозитивы изготавливались с негативов, полученных с вышеописанного мною на первой стадии фотоаппарата. Тоже занятие было увлекательное, но весьма трудоемкое. И третья наша стадия воспроизведения двух иллюзий – это стадия синтеза цвета. Производится на специальном устройстве. В нашем допечатанном случае это оффсетная печатная машина, куда в каждую печатную секцию загружается цветоделенная форма оффсетная. Заливается нужная нам краска, отдельно подается вода. Краска налипает на печатные элементы – это наши растровые точки на оффсетной форме. Вода налипает на пробельные элементы, там где будет просто бумага. Потом в специальный отсек загружается стопа бумаги. Бумага проходит через каждую печатную секцию и на нее последовательно наносятся слои краски со всех цветоделенных форм, производя таким образом воссоздание исходного изображения. Теперь рассмотрим такую тему, как свойства цветовых моделей. Все существующие цветовые модели построены на основе одного и того же принципа. Количество составляющих или координат цвета в модели является строго нормированной величиной. Этого количества составляющих или координат должно быть достаточно для того, чтобы выразить все параметры цвета. Но однако ни одна из этих составляющих не должна ни дублировать свойства и функции другой, и не быть связанной с ней функциональной зависимостью. То есть они должны быть абсолютно независимыми друг от друга величинами. На примере смешения красок Циан Маджента Йеллоу мы хорошо видели, что каждая краска отвечает строго за поглощение своего основного цвета. И в модели не присутствуют цветные краски, которые бы обе одновременно занимались бы поглощением одного и того же основного цвета. О появлении черной краски в модели ЦМИК я расскажу чуть попозже отдельно и очень подробно. Таким образом избегается ненужная избыточность и достигается необходимая достаточность параметров цветовой модели. На примере цветовой модели HSB мы тоже можем видеть, что, как ранее говорилось, яркость, насыщенность и цветовой тон – это три независимые друг от друга характеристики цвета. И вместе с тем этих трех характеристик достаточно, чтобы описать любой цвет, а двух из них или одной недостаточно. Также три основных источника излучения RGB, выполняющие каждые свои функции, XYZ координаты, UVW координаты с их однозначными значениями цвета, служат тем же примером. Но определенную избыточность можно было бы вменить модели LAB, так как там в качестве основного цвета использован желтый, который, по идее, получается смешением двух основных. Но именно эта избыточность, реализованная в LAB, наделяет ее одновременно и мощью, и изяществом. Поэтому здесь это более чем обосновано. И опять же, четыре базовых цвета кодируются всего лишь двумя координатами. Это такое нелинейное достижение оптимума. Собственно, на этой теме все. То есть здесь просто определение про необходимость и достаточность параметров цветовой модели, и про требования недублирования одним параметром других параметров. Дальше идем и рассматриваем такую тему, как цветовой охват способа воспроизведения. Как мы уже раньше видели, калориметрические цветовые модели описывают все цвета, видимые нашим глазом, и даже, как вы видели в случае XYZ, больше. Так вот, диапазон цветов видимого спектра, который может быть воспроизведен цветовой моделью, он называется цветовым охватом модели. Цветовые модели, которые участвуют в непосредственном процессе воспроизведения изображения на каком-либо устройстве, будь то бумага или экран, да, да, это наши две модели RGB и CMYK, обладают одним важным отличительным свойством – ограниченным цветовым охватом. Возьмите, откройте любой учебник по калориметрии, загляните на замысловатые графики цветовых охватов разных модификаций RGB пространств или CMYK устройств, отложенных на цветовом графике XYZ. В качестве примера на рисунке 2.1 представлены различные границы цветовых охватов. Во-первых, вы увидите, что определенное количество цветов видимого спектра лежат за пределами охвата, значит, не могут быть воспроизведены средствами этих моделей. Во-вторых, заметите, что охваты разных модификаций пространств не совпадают между собой. Это важное наблюдение. Как вогнать одно пространство в другое – это проблема, над которой трудятся лучшие умы в калориметрии. На данный момент решение достигается использованием сложных алгоритмов пересчета. Это как раз и есть одна из проблем, которую должна решать наша правильно настроенная система управления цветом – CMS, сокращенно, Color Management System. Если CMS настроена неправильно, то есть система управления цветом настроена неправильно, значит, она может создать вам дополнительные проблемы. Создатели графического программного обеспечения в системе управления цветом в своих программах встроили так называемую защиту от дураков. Это вполне реальный термин в программировании и создании приборов для людей, который подразумевает вполне реальный и, главное, обязательный для каждого такого продукта комплекс процедуры действий, направленный на то, чтобы пользователь данного программного продукта или данного оборудования не смог произвести некие манипуляции, которые ему же и навредят. Поэтому по умолчанию в системе управления цветом наших программ там чаще всего заданы самые, так сказать, короткие по цветовому охвату стандартные профили цветоделения. Это SWAP для ЦМИК и SRGB для RGB. И также поставлен наиболее безопасный из всех алгоритм пересчета цветов. Relative Color Metric или относительный калориметрический пересчет цветов он еще называется. Все эти профили цветоделения мы, естественно, прям подробнейшим образом рассмотрим. В соответствующем разделе обязательно подробно. Это один из основных наших предметов для изучения. Поэтому, если вы никогда там ничего не изменяли, то ваш результат всегда будет на 4. И даже может быть с плюсом. А серьезные проблемы на тройку и даже двойку начинаются там, где умники, которые нахватались верхушек. Начинают сохранять и цветокорректировать файлы сначала в SRGB на неоткалиброванном мониторе. Потом цветоделить их на SWAP. Это американский стандарт рулонной печати по методу Absolute Color Metric. Потом отправлять на Euroscale европейский листовой офсет станок. Это подавляющее большинство типографий листового офсета в нашем СНГ. А потом удивляться, куда же подевали все сочные краски и сочные тени. Поэтому подробнее об этом в разделе про калибровку и профилирование. Но пока же остановимся на явлениях, непосредственно формирующих цветовой охват. Так вот, цветовой охват формирует физические свойства источников основных цветов в модели. То есть для RGB это либо свойства излучателей в кинескопе или физические параметры жидкокристаллической матрицы. А для CMYK это свойства красок. И те, и другие параметры на данный момент объективно ограничены в своих возможностях по воспроизведению цвета. Излучатели RGB еще из опытов Гилда и Райта показали свою изначальную несостоятельность. Вы помните про отрицательные значения, о которых мы говорили на предыдущем занятии. И тем не менее, все современные мониторы и калориметрические профили цветоделения вроде Adobe RGB по своему охвату лишь отчасти приближены к охвату опытной установки начала прошлого века. Современные пигменты красок из-за их объективных физических свойств не избавились от проблемы частичного пропускания нежелательного излучения вместо его полного поглощения, что значительно сужает диапазон воспроизведения чистых цветов. Поэтому, исходя из вышеизложенного, в случае с RGB и CMYK более корректно было бы говорить не о цветовом охвате модели как таковой, а о цветовом охвате способа воспроизведения. Посмотрим на график. Очень интересная вот эта зона, которая показывает, как у нас охват цветов sRGB накладывается на охват красок, рекомендованный стандартом ISO 12647. Видите, зона перекрытия. То есть получается то, что есть некоторые цвета, которые можно воспроизвести полиграфическими красками, но невозможно произвести посредством участия профиля sRGB. То есть если мы на нашем компьютере поставили в наших установках цветоделения профиль sRGB, а потом из-под этого профиля sRGB мы сконвертировали изображение в CMYK под европейский листовой оффсет. Соответственно, вот эта зона цветов, она у нас выпадет из нашего цветового охвата. Она, конечно, туда втянется средствами в систему управления цветом. Эти цвета пересчитаются, то есть они полностью не исчезнут, но они изменят немножечко свой, либо цветовой оттенок изменят, либо насыщенность могут изменить. В общем, подробнее об этом, опять же, в разделе про калибровку и профилирование. Просто сейчас обращаю внимание, то что не совпадают. Обратите внимание, что охват RGB пространства посчитан относительно трех базовых точек, то есть на основе XYZ координат трех базовых цветов RGB. А расчет цветового охвата красок триады строится на XYZ координатах трех основных цветов триады, это cyan, magenta, yellow, повторюсь, и на XYZ координатах цветов, полученных от их попарного сочетания, то есть от бинаров. Три основных цвета триады и три бинара принято называть граничными цветами цветового охвата. Эти цвета являются наиболее насыщенными цветами, которые можно получить данными красками. Расчет конкретных границ цветового охвата отдельного устройства – это одна из основных задач, которые решаются при калибровке и профилировании данного устройства. Поэтому подробнее об этом я буду рассказывать в разделе про калибровку и профилирование. Идем дальше, изучим цветовую модель RGB. Думаю, что это одна из самых изученных цветовых моделей, поэтому не удивляйтесь, если вы ничего нового здесь не узнаете. RGB – это цветовая модель, созданная на основе законов сложения трех первичных цветов спектра. Red, красный, green, зеленый и blue, синий. Если смотреть вкратце, то законы таковы, что при максимальных значениях RGB координат R255, G равное 255 и B равное 255 получается белый цвет. При нулевых значениях R равно 0, G равно 0, B равно 0 – это будет черный цвет. При одинаковых средних, когда значение координаты R равно значению координаты G и равно значению координаты B, получится ахроматический серый. И только при различии в значениях появляется цветовой оттенок. Примерная схема создания цветов RGB показана на рисунке, на примере их попарного сочетания. Если мы смешаем красный с зеленым, то мы получим желтый цвет. Если мы смешаем зеленый с синим, мы получим голубой цвет. Цвет очень близкий к цвету краски циан. И если мы смешаем красный с синим цвет, то мы получим цвет очень близкий по тону к цвету краски маджента. RGB весьма полезна тем, что в ней удобно отслеживать нейтральные цвета. Например, R равный 25, G равный 25, B равный 25 и цвет R100, G100, B100. Это будут однозначно нейтрально-серые или ахроматические цвета. Только один темнее первый, а другой светлее. А цвет, допустим, R55, G55, B200, он уже будет не нейтрален и будет иметь цветовой оттенок. Почему в RGB цвет изменяется, допустим, не от 0 до 100, а от 0 до 255? Ну, не вдаваясь в сложносочиненные теоретические выкладки, я просто укажу, что каждая координата цвета кодируется одним байтом. Один байт из школьного курса информатики равен 8 битам. Так как один бит может принимать только два значения, 0 или 1, то максимальное количество значений, которое можно закодировать 8 битами, то есть одним байтом, равно 2 в восьмой степени. 256 значений. От полного ряда нулей во всех 8 битах до полного ряда единичек. Итого на каждый цвет по 3 байта. Или что то же самое, по 24 бита. Поэтому, когда вы встречаете понятие 24-битный цвет, теперь вы понимаете, откуда взялось это понятие 24-битный цвет. Соответственно, каждому значению координаты цвета сопоставлена своя яркость свечения основного излучения. И, рассказывая о RGB, нельзя не упомянуть о веб-цветах, которые напрямую связаны с этой моделью. Вообще говоря, палитра веб тоже имеет право называться цветовым пространством, только здесь все проще. Смотрите на рисунок. Числа от 0 до ff – это 16-ти ричные числа. Кто не знает, посмотрите в Википедии. По сути, это то же самое, что и числа от 0 до 255 в десятичной общепринятой системе исчислений. Первая пара чисел кодирует координату R, красную. Вторая пара чисел кодирует координату G. И третья пара чисел кодирует координату B. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова